Это рубрика от Нуба до Бога, с нулевого аккаунта я буду развиваться до очень топового аккаунта, как у меня основной, после чего я разыграю этот аккаунт и также сделаю мини-конкурс. За первое место ты получаешь этот аккаунт, за второе место ты получаешь 500 робоксов, за третье место ты получаешь 250 робоксов и с четвертого по десятое место мои подписчики получают по 100 робоксов. Также, ребята, если хочешь выиграть этот аккаунт, тебе нужно постоянно комментировать серии, также ставить лайки на серии. Если ты это все сделал, то у тебя будет очень огромный шанс выиграть в этой рубрике. Всем удачи и приятного просмотра! До сих пор не знаешь, где купить топовый аккаунт в симуляторе пчеловода, так и еще и с большим количеством робоксов на балансе, тогда я вам расскажу о группе Бис Варм Продажа. Эта группа работает уже 4 года на рынке, а также я тебе лично отвечаю, что это самая классная и крутая группа по продажам. Лично сам покупал у них много раз аккаунты и оставался довольным, так что переходи к ним по ссылочке в описании, а также я тебе оставлю ссылочку на них в закрепленном комментарии. Это Бис Варм Продажа, она такая одна. Ииии всем привет дорогие друзья, Косик попал на связи и сегодня ребята у нас выходит новый замечательный и очень топовый видеоролик, а именно новая серия от Нуба до Бога. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал с колокольчиком. Ну и также ребят, как только набираем на этой серии мы ребята вместе с вами, ну давайте наберем лайков 186, так сразу выпуская новую топовую серию. Все зависит от вас, хоть за один день набирайте, выпуская сразу новую топовую серию. Так что не забываем об этом, но мы приступаем к ролику. Давайте не будем это тянуть. В принципе ребят, как вы помните, в прошлую серию как у нас было, так и осталось. Ничего я не менял, кроме того, что я мед нафармил. Также по бэджикам у меня все, что было тоже как бы остается. Очень хорошо то, что как вы помните, мой основной аккаунт взломали. Да, но главное то, что этот не взломали, на этом аккаунте была защита надежней. Почему-то на том аккаунте как-то странная защита была. Ну в общем, ничего страшного, но в любом случае главное то, что тут все сохранилось, потому что в конечном итоге этот аккаунт я буду разыгрывать для своих подписчиков. Ну а что ж, погнали что-нибудь делать. Я не знаю, что я могу сделать в принципе, но я бы хотел, конечно же, завершать крафт цветочной палочки. Поэтому пойдемте, сходим туда, попробуем может что-то скрафтить. Возможно нет, у меня на крафте абсолютно ничего не стоит. Если честно, это на самом-то деле не очень плохо, я бы так сказал. Потому что мы зато сейчас пойдем посмотрим, что у нас по ресурсам. Получается, что мне остается, по идее мне... Ребят, открылась новая классная группа по продаже аккаунтов в Бесварм. У них можно купить крутые аккаунты, так еще и с донатом по дешевым ценам. Взлетайте и покупайте. Почти ничего там такого огромного не осталось, да? Ну, вроде как да. То есть у меня энзимы нужно завершить, глиттеры нужно завершить. И получается старжелехи нужно завершить тоже. В принципе не проблема, вообще это не проблема. Ну и также, что самое главное, это мне нужно выполнить оставшиеся квесты у Спирит Медведицы. Ну и также, блин, старжелехи нужно быстрее где-то нибудь добыть. Не хочу я их, ребят. Честно скажу, не хочу старжелехи. Да, мне три старжелехи осталось. Не хочу я старжелехи крафтить, хоть и могу их скрафтить. Но я бы хотел их очень-очень сильно выбить из данного мемори матча. Ну, к сожалению, и в данный момент тоже не получилось выбить. Ничего страшного. Ни в коем случае, ребят, никогда не расстраивайтесь. В любом случае, в другой раз выбьете, допустим, так, что не очень сильно по поводу этого нужно, я бы сказал, расстраиваться. Ну, как-то так. В любом случае, эта игра всегда есть невезение, есть везение. В любом случае, вы должны это понимать. У меня на заднем фоне скорая помощь едет. В данный момент я, ребят, сейчас закрою окно и вернемся к видео. Все, ребят, вернулся к ролику. Надеюсь, в данный момент, когда я окно закрыл, не будет в моем городе воздушной тревоги. Если что, проживаю я в России, ребят. Да, такое у нас бывает в Крыму. Но в любом случае, не об этом. Давайте сюда зайдем и будем крафтить. Получается, мне нужно докрафтить энзимы. Так, давайте докрафчиваем. А, мне не хватает райджеле. Ладно, давайте быстренько вот так уделаем. Кстати, почему я бегать не могу, когда я крафчу? Видимо, в новом обновлении, когда Аннет сделал, вы же знаете, недавно было обновление. Был фикс багов, также добавили новый код. Видимо, что-то Аннет еще что-то сделал. Так, давайте я куплю сразу 2000 райджелей, чтобы получаться крафтить мне хоть что-нибудь. Поэтому летим сюда. Так, сколько мне еще нужно? Сколько мне осталось? 78 штук я скрафтил. А мне надо было 75. Ну, в принципе, крафт завершен энзимов. Дальше это у нас, ребята, идут по счету глиттеры. Могу еще 2 глиттера. В принципе, неплохо, я бы сказал. Но мне еще нужно где-то 14 глиттеров достать. Поэтому надо как-то это исправлять, я считаю. Так, давайте посмотрим, что у меня есть по ресурсам. А у меня мунчармов почти вообще нихрена нет. Поэтому давайте это исправим. Хоть сколько-то чармов я должен скрафтить. Давайте просто крафтим сколько можно. Чем больше, тем лучше. Так, давайте кликаем, кликаем, кликаем. Чем больше, тем лучше. Я буду это повторять до того момента. Так как, ну, вот, в данный момент я могу уже скрафтить 5 глиттеров. Так, теперь, ребят, я уже могу скрафтить 7. Так, давайте дальше. Ааа, все закончилось. У меня все. Ну, ладно, неплохо. Неплохо. Совсем неплохо. Так, давайте сюда заходим. И сколько я могу скрафтить? Целых 7 штук. Целых 7 штук. Чуть-чуть не хватило на 8. Так, все. 7 штук я скрафтил, ребят. И у меня остается по глиттерам совсем, вроде бы, 7 штук остается, да? Все, ребят, 7 штук глиттеров мне остается. Потом остается мне доделать старжелехи. Очень не хотел бы я их крафтить, потому что они крафтятся, они капец дорого. Ну, вот реально, капец дорого. Ну, если что, если понадобится, конечно, буду крафтить. Ну, и все, ребят, нужно довыполнять мой лепесток. Получить этот самый последний лепесток. То есть, ну, не самый последний, самый первый мой лепесток духа. Обязательно я считаю, что нужно его получить. И уже, конечно же, переходить на следующий этап. Это покупка палочки новой. И это будет и безумно классно. Что бы я еще, наверное, сделал по ролику? Да, я даже не знаю, что я могу сказать. По тикетам. Тикеты мне нужно до сих пор копить. Да. Нужно их подкапливать, ребята. Ну, ничего, конечно же, накоплю то число, которое мне, в принципе, нужно. Пойдемте, убьемте босиков. Ну, возможно, из них что-то выпадет интересное. Поэтому пойдемте посмотрим. Так, летим, летим, летим. А дальше, я думаю, то, что сегодня в ролике мы... Как же, опять же. Я бы мог, ребята, как вам сказать, мог бы поролить пчел. Вы бы сказали, да. Это было бы топ. Но есть и другой прикол, что можно сделать на эти 22 миллиарда меда. Как вы знаете, ребят, я очень сильно хочу прокачать своих пчел на 12-13 левел. Чтоб я мог убивать краба. Потому что краб у нас, как вы знаете, 12 уровня. Поэтому мне, как минимум, пчел нужны 12 уровня. Чтоб я его хотя бы пробивать мог. Поэтому, я думаю, сегодня мы будем прокачивать пчел. Я считаю, то, что это будет, в принципе, отлично. Возможно, и нет. Сейчас я могу туннельного медведя добить. Подойду к рейджелем аппарату. О, кстати, старжелеха выпала отлично вообще. Классно. Так. Которая мне и нужна. Ну, в принципе, это круто. Ну, смотрите. Есть выбор, ребята. У меня пойти сейчас влево, либо направо. Если я пойду направо, я буду прокачивать пчел. Если я пойду налево, ну, или выше налево пойду, то я могу пойти поролить пчел. Но, если так подумать, у меня достаточно много пчел. То есть, ну, грубо говоря, мне нужно, ну, реально прокачивать пчел и уже убивать краба, с которого я буду фармить себе ресурсы на кокосовые вещи. А, как вы знаете, цветочная палочка у меня не за горами. Поэтому, такими темпами мы уже будем копить на кокосовые вещи. Поэтому, 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 что я говорю, ребят, мы идем прокачивать пчел. Да, уже нужно это делать, ребята. Я считаю то, что, кто со мной согласен в комментариях, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы со мной согласны. Потому что я считаю то, что это нужно исправлять все. Нужно апать моих пчелок. Потому что рано или поздно оно мне всегда понадобится. Чем быстрее, как вы знаете, тем лучше. Поэтому, что делаем, что делаем. Идем сюда, ребята. Идем сюда. Просто прыгаем, жмякаем. Так, давайте, кстати, еще попробуем выкинуть все мои пенеплы в фьюзи-би. Она не одарилась. Мне на данный момент, мне показалось, что мне игра подлагала. Но у меня ничего не подлагала. Я подумал, у меня сейчас фьюзи-би, что ли, одарилась. Но ни хрена подобного. У меня есть стравбери, которые, возможно, мне потом понадобятся. Ну, и можно было бы их потратить, конечно. Я бы очень хотел их потратить. Но, я думаю, пока что не стоит этого делать. По синим мификам, по синим мификам, что у меня есть? Да ничего у меня такого нет. Потому что, как вы знаете, у меня есть буян-би. Но она уже одаренная, чтобы понимали. Я ее одарил уже. Нужно, конечно, я бы хотел еще парочку синих пчелок. Но пока мне ничего одарить. Конечно, могу вот эту пчелу попробовать, спайси. Либо принцесса. Но пока этого делать, конечно же, не буду. Ладно, я купил, ребята, очень много, получается, печенек. Давайте апать пчелок. Потому что, ну, конечно же, это нужно делать. Конечно же, это просто нужно делать. Нужно. Так что прокачиваем пчел. Надеюсь, много. Нужно сразу прокачивать, как я считаю, то, что нужно прокачать всех своих ивентовских пчел. А потом, конечно же, уже других прокачивать пчел. Ну, потому что ивентовские. Круче ивентовских, конечно же, пчел никаких нет. Ну, конечно, мифики тоже очень крутые пчелы. Но все-таки в моей душе более того сидят, получается, ивентовские пчелы. Поэтому первым делом, конечно же, апы ивентовских. Дальше. Смотрим, что у нас там по меду. Я думаю, то, что есть такие пчелки, в которых можно вкинуть намного меньше печенек, чтобы их качать на 12-го. Тут вообще пчела у меня каким-то хреном валялась с 10-го. Вот 10-го уровня. Конечно, мы их выбираем. Их пчел я не очень люблю, когда они непрокаченные, некрасивые. Вот еще 10-го уровня. Эх, надо выбирать. Так, смотрим. Вот еще 10-го. Откуда эти пчелы 10-го уровня у меня вообще остались? Или так и было? А, да, так и должно было быть. Потому что, как вы помните, в прошлом ролике вроде бы я прокачал пчел на 11-й уровень. Да. Ну, ничего страшного. 12-й уровень уже не вообще рядышком. А так, давайте еще вот эту вкачиваем. Смотрим, что у нас дальше по пчелам. Ну, вот все 11-го. Вот 10-го есть. Давайте десятку убираем. Почти все пчелы у меня... Ошибаюсь. В общем, все пчелы, ребята, у меня 11-го уровня. 12-го уже, конечно же, есть четверть пчел. Десятых я всех убрал. Так, вот еще 10-го убираем. Это, конечно же. Ну и все. Дальше мы только будем прокачивать пчел на 12-й уровень. Это просто невероятно хорошо. Ну, в принципе, как-то так. Кстати, можно, можно, знаете, что сделать? Так, у меня на легендар как стоит. У меня вроде еще есть рейль-жилет. Еще 800 штук. Давайте вот эту пчелу уберем, потому что у нас она обычная. Давайте ее заменим на какую-нибудь другую пчелу. Возможно, выпадет что-то интересное. Допустим, я не знаю даже, что можно на ее место поставить. Можно было бы даймонда, конечно, оставить. Но тоже... Вот, шайби-бе. Шайби-шайби. Пускай остается шайби. Пусть пока постоит. Неплохая пчела. Ну, а так, по видео я вам скажу, что все. Вот такая вот серия получилась. Напишите в комментариях, как вам серия. Надеюсь, вам понравилось. Также, ребят, не забудь об этой серии или о моем данном плейлисте рассказать своему другу. Также порекомендовать мой плейлист или данное видео в каких-нибудь роблокс-сообществах. Например, в Дискорде или в Телеграме. Чем быстрее, ребят, мы набираем на этом видео 186 лайков, так сразу выпускаем новую топовую серию. Все зависит от вас. Ставим лайки, я мотивируюсь. Ну, и, в принципе, так и получается новая топовая серия. Ну, а завтра увидимся на новом топовом ролике. Ну, или, возможно, на новой топовой серии. Все. На связи был Косик Попал. Оставайся добрым, будь мудрым. Ну, а всем пакеда-пакеда. И до завтра. До завтра.